Музыка 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 При прямой поддержке военно-политической элиты глобального капитала США, Великобритании и других прошел вариант не Горбачева, предусматривающий сохранение СССР как буржуазной конфедерации, то есть СССР, а Ельцина, предусматривающего вообще замену крупного государства разрозненными буржуазными республиками, в дуке традиционной политики разделяя власти, то есть СНГ. Первый этап социалистической революции, начавшийся практически мирным, триумфальным шествием советской власти, завершился исключительно трудной, жертвенней, но полной победой. Первый этап имеется в виду, с одной стороны, объективное возревание революционной ситуации в России, с другой, субъективного теоретической и практической подготовки вооруженного восстания, совершение политического переворота, как начало социалистической революции, а также ее защита. Этот этап охватывает период образительного с 1903 года с момента образования Ленинской революционной партии по 1922 год с момента образования, простите, год окончания интервенции гражданской войны. Революционная ситуация возникла в результате предельно усилившего социального и политического гнета и кровопролитной бессмысленной и террористической войны. Субъективные условия победы были созданы творческой и теоретической мыслью и решительной революционной практикой Владимировича Ленина. Это ленинская теория империализма, его вывод о возможности победы в социалистической революции в первоначальном нескольких или даже в одной отдельной взятой стране, построение партии нового типа как авангарда пролетариата, создание адекватной силы революции вооруженного народа, отношение к вооруженному восстанию как искусству и предельно гибкая тактика, включающая компромиссы ради спасения и продолжения социалистической революции. Что, кстати, почему-то находится, на наш взгляд, меньше во внимании наших теоретиков, но имеет в системе революционных и теоретических воззрений Ленина не меньшее значение, чем все остальные. На своем втором этапе Октябрьской революции, прошедшая под руководством Сталина, тоже победила. Второй этап – это строительство основного социализма с 22 по 36 годы как первоначальный падок коммунизма. В этот период произошло изживание эксплуатации классов в городе и деревне, ускоренное создание материальной кузской базы социализма на основе прежде всего общенародной производственной собственности, промышленности и коллективной собственности сельского хозяйства, воспитание нового, образованного человека, способного создать и управлять государством, свободного от буржуазной идеологии, нравственности и образа жизни. Создаваемая рабочим классом и его трудовыми союзниками прибавочная стоимость была обращена на пользу им же, а не капиталу. Существенно поднятая общественная производительность труда на основе современной науки и техники и, соответственно, уровнем благосостояния населения и обороноспособности государства. Этап завершился принятием социалистической, или, как у нас говорят, сталинской конституции СССР. Третий этап Великого Октября – это достройка Сталина, его защиты и начало продвижения к полному коммунизму. Этот этап был прерван почти в самом начале усилиями начавшей складываться в мировой финансовой олигархии, организовавшей нападение на СССР в июне 1941 года полчищ европейского фашинства во главе с гитлерской Германией. И возобновлен этот этап лишь после победы советского народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками и саталитами, а также над японским фашизмом. Параллельно с восстановлением разрушенного было возобновлено движение коммунизма, практический курс которого ясно определил Иосиф Васильевский Сталин, например, экономические проблемы социализма и социализма. На этом этапе социализм вышел за рамки одной страны и привел к образованию мировой социалистической системы, поставившей империализм перед угрозой полного поражения в масштабах планеты, в частности в результате такого достижения социалистической революции СССР как паритет в военной области. Следует подчеркнуть, что субъективные усилия империализма никогда не применили в победе контрреволюции СССР, если бы не оппортунистическое перерождение верхушки правящей партии Советского Союза и отсутствие авторитетного вождя, конгериального Ленина и Сталина. Перерождение и повлевшее формализацию демократического централизма в партии, его перекос в сторону централизма, отрыв партийного руководства от масс-коммунистов, а партии в целом от рабочего класса и всех родовых масс. Реанимация кружеводных отношений. Именно оппортунизм во всех его проявлениях, революционизм, гриматизм, национализм и предмена творческого марсинга-левизма с левизмом привели к ликвидации власти рабочего класса до завершения строительства полного коммунизма в стране. Засилие оппортунизма, вводящей партии, определенной им деформацией во внутренней внешней политической политической СССР и является главной причиной временного поражения Великого Артемия на его третьем этапе, и разрушения СССР, доказав, что невозможен социализм без власти партииата, опирающейся на науку. В то время наукой был сталинизм, являвшийся марсинзм-левизмом эпохой перехода капитализма в социализм в мировом масштабе. В этой связи хочется с трибуны нашей конференции выразить признательность корейским коммунизмам, которые, объективно продолжая дело Великого Октября, хорошо учили уроки достижения и поражения советского социализма. С одной стороны, логично следуя политике Сан-Дун, то есть приоритета военного дела, и в частности вооружив народную армию с самым современным оружием, сделали самоубийственным ядерное и всякое другое вооруженное нападение на КНДР, а с другой стороны, неизменно ставят во главу угла научную идеологию в виде системы творческих коммунистических веществ, отвечающих национальной специфике и местным условиям борьбы, и имеющих мировое значение, коррелируясь со сталинизмом, и продолжая его в эпоху перехода от капитализма в коммунизм, в мировом масштабе. На территории СССР теперь стоит задача организации революционного отпора временно победившей контрреволюции, восстановления государственной целостности страны и, прежде всего, уровня жизнедеятельности общества, возвращения к продолжению Великой Октябрьской социализмской революции на ее третьем этапе. В свете задачи отпора временно победившей контрреволюции в СССР и в Восточной Европе, и в продолжении Великого Октября, как мировой революции, естественно, возникают вопросы тактики, которые не могут быть раз навсегда данной, а она зависит от сегодняшних условий в мире и на территории СССР. То есть, опять необходимо, прежде всего, разобраться в филории, без которой, как лаконично выразится, и войска с СССР «Сталин нам смерть». В этом плане приходится учитывать два обстоятельства мирового значения. Первое. Уже с середины XX века существенно изменилась внутренняя структура империализма. Это господство национальных и региональных монополий сменилось господством монополий мировых, опирающихся на государство и их обеднение своего базирования – США, Евросоюз и так далее. И на специально созданные и приспособленные существующие органы мирового пользования государства, как Бюлзенбергский клуб, Совещание Семьи, Международный Валентинфонд, ВТО, НАТО, ООН и так далее. И еще слияние производственного банковского капитала привело к засилию в финансовом капитале мировой финансовой олигархии. Такое направление главного удара в сторону мировой финансовой… Да простите, если в начале XX века основным и даже единственным направлением главного удара в мировой финансовом коммунистическом движении являлась национальная буржуазия, то ныне, не снимая и прежней задачи борьбы с национальным капиталом, основной мишенью всех коммунистов объективно стала мировая финансовая олигархия. А основной задачей – не допустить реализации ее планов завивания безраздельного мирового господства, которое уже осуществляется ныне сочетанием холодных и горячих методов. Такое направление главного удара требует интернационала. Но не только, как раньше, для выполнения функций выработки единого идейного подхода, тактики и координации действий, но и для организации этих действий. Происходящая сегодня быстро интернационализация и глобализация жизни человеческого общества является объективным процессом. И, как и все в общественной жизни, становится ареной классовой борьбы. Однако пока этот процесс узуркируется мировой финансовой олигархией, уже давно пытающейся управлять всем миром, создавая свои поименованные высшие мировые институты власти. Но мировому пролетариану предстоит осветлать этот процесс своих интересов и в итоге заменить инкарнистическую глобализацию в социалистическом. Все или иные части мировой финансовой олигархи, англо-американско-сионистской, российской, евросоюзовской, арабо-исламской, да можно сказать, китайской и так далее, могут какое-то время, в каких-то местах, преследуя собственные интересы к конкурентной борьбе, выступать попутчиками национально-освободительного движения, но никак не социально-освободительного. Например, роль российской олигархов в Сирии, на Украине, в Местрове и так далее. Второе в отношении тактики. Приходится также учитывать в тактике, что обязательным инструментом империализма является война, как метод осуществления его экспонсионистской политики. Качественно новое явление здесь – это овладение империализмом абсолютным оружием, оружием массового поражения, способным не только нанести огромный ущерб, отбросить цивилизацию далеко в прошлое, как то было раньше, но и ставящим под вопрос ее дальнейшее существование на планете. Человечество стоит перед реальной перспективой самоуничтожения напрямую или посредством нанесения необратимого ущерба среди обитания. И перед самой решительной антипериалистической силой, какой является пронтриат, стоит сегодня задача не только революционного утверждения общества социальной свободливости, но и, прежде всего, спасения человеческой цивилизации. Поэтому фактор овладения империализм современным оружием, массового поражения тоже требует коррекции тактики фонтриата. Только широкий антиимпериалистический, антифашистский фронт будет представлять собой силу, адекватную силе мировой и финансовой олигарх, позволит уничтожить ее вместе с ее мировыми правительственными институтами и продолжит винить октябрь как мировую социализацию, выкурив власть мирового фонтриата и его мировое социалистическое правительство. Сегодня покончить засилие мировой финансовой олигарх и ее злодичными античеловеческими планами можно лишь следующими путями. Их два. Это тщательная оперативная подготовка на виду с местными революциями, мировой социалистической революцией по типу практически мирной, октябрьской революции 17-го года в России с церковным обшествием, но уже по всей планете, пролетарской власти типа Советской. И второй путь. Это временный компромисс ленинского типа с мировой финансовой олигархией, в заключении с ней взаимовыгодного ей и всему человечеству цивилизационного соглашения ради спасения человечества. Компромиссом, возможным и реализуемым только при условии, если он будет подкреплен с нашей стороны адекватным идейно-организационной силой мирового пролетариата и широким антипериалистическим антифашистским фронтом. Современное соотношение сил и условий класса и борьбы, на наш взгляд, заставляет признать реальность победы только при совмещении этих двух путей, как то и было в период Октябрьской революции в масштабах России, так как империализм в состоянии уничтожить человечество раньше, чем будет подготовлена сочетана мировая социалистическая революция. Для подлинных коммунистов равносвято размежевание с гибельным аппортунизмом и идейно-организационное единство всех активных борцов капиталов, стоящих на позициях творческой марсистской ленинской сталинской науки, верным секретариатам и отродным союзникам и идей Великого Октября. Мы считаем, что подлинным советским коммунистам сегодня может быть тот, кто активно работает в организации КПСС, осуществляя поставленную партию стратегическую цель в возрождении общего отечества советского налоговения со сталинского СССР. Что касается отдельных республик, в частности республики Беларусь, в которой утвердился чиновник Чайковский фитализм и проводится двухразная политика социално-кратического типа, то мы находимся в отношении руководства республики в состоянии конструктивной оппозиции. Оппозиции, так как президент в своих заявлениях и действиях исходит не из социалистических принципов, а из принципов рыночных, хотя и так называемых социально ориентированных, но на поверху оказывающихся больше ориентированных на социальные интересы властвующих чиновничества и частных собственностей. Кривотариат в то же время удерживается вне власти и, соответственно, вне распоряжения даже государственной собственности. Конструктивность же нашей американской партии включается в поддержке в политике президента всего того, что отвечает всеминутным и долговременным интересам политариата и его трудовых союзников. Так в республике Сосновске опускается массовая безработица, своевременно выплачивающаяся пенсии, стипендии и пособия. Государство проявляет заботу о сохранении и развитии национального производства, а продовольственные, независимые, отстаивает суверенитет республики перед национальным глобальным капиталом и российскими гагами. Ведет интеграционную линию на постсоветском пространстве, которая способна облегчить политариат возрождения общего союзного государства, так как буржуазия, объединяясь, не может не объединять политариат, а будучи объединенным, он легче решит свои классные проблемы. В то же время мы сознаем, что успех революционного отпора о контрреволюции в республиках бывших СССР, в том числе и Беларуси, во многом будет определенным успехом социалистической революции в России, главной союзообразующей республике. Об этом говорит и опыт в Великого Октября. Поэтому отстаивая интересы взрослого полетариата и вот мы там и союзника, мы заботимся о решении задачи социалистической революции в России, что связано, прежде что с успехом, и так скажем, по этому капиталу. Следует подчеркнуть, что возрождение Советского Союза может произойти только превангардной роли единых всесоюзникам, частичной партии Советского Союза. Например, Советского партия Зюганова, даже с приставкой КПСС, от которой он пытался избавиться, не является такой партией. В этом проявляется гибельный национал-коммунизм, являющийся ресурсом российских олигархов и буржуазии республик, но не советского полетариата, поскольку является раздобидностью апоптумизма. КПСС нуждается в солидарности мирового коммунистического движения, особенно в плане непризнания и разоблачения раскольной роли сложившихся апоптумистических и специально создаваемых реакций параллельных всесоюзных республиканской компактности. Вы разрешите выразить уверенность, товарищи, что дело великой, как кажется, социалистической революцией, усилиями мирового партия и его коммунистического авангарда будет доведено до конца, и вместо сегодняшнего предельно паразитирующего, поднимающего, умирающего империализма, способного в агонии принести человеческий смертельный вред, трудовой народ планеты получит, наконец, то мировое сообщество социальной свободы, которое вытекает из коммунистической теории, и трудовой народ начнет, наконец, творить подлинную историю человеческого счастья. Спасибо за внимание.